Наши рынки полны зарубежными продуктами, а вот отечественные фермеры, к сожалению, не могут получить для этого землю. С такой жалобой в редакцию нашего телеканала обратились жители Бескарагайского района. Уже 7 лет они арендуют землю и занимаются овощеводством. Граждане обеспокоены тем, что они не могут получить землю от государства для развития растеневодства. Кундес Орангалеева и ее супруг все лето проводят на полях. Выращенные продукты они реализуют на рынке. Однако землю для выращивания овощей они арендуют у неизвестного человека. Получить собственные земли для развития своего дела стало для этих людей проблемой. Семья проживает в селе Старая Крепость около 15 лет. Выращивают овощи последние 7 лет. И несмотря на обращение из года в год к ответственным органам, результатов не было. Каждый год мы пишем заявление Акиму Бескарагайского района. Даже были на личной встрече, но безрезультатно. Когда дело доходит до нас, нам отвечают, что мест нет. Но другие люди берут. Сказали, что будет мониторинг. Также я написала Акиму Глуховского сельского округа. Спрашивала, когда приедут к нам. Говорила, что я буду на поле. Не приехали. Незастроенные земли наш Бескарагайский район никогда не отдавал. Потому что не только в Старой Крепости, но и в Глуховском сельском округе, в стеклянке, много свободных земель. На полях овощей достаточно. Наши герои выращивают продукцию сами, собирают и продают на рынке по низким ценам от производителя. Кроме того, говорят, что отдают в мечеть тем, кто в них нуждается. Однако землевладелец сможет в любой момент продать участок. И семья останется без своего бизнеса. Говорят, что за последние семь лет уже не осталось участков, которые они еще не брали в аренду. С земли приходится почти каждый год новые участки какие-то осваивать. Приходится огораживать вложения, воду проводить, планировки делать, мусор вывозить, участки какие-то в порядок приводить. Обращаться обращались, есть официальные обращения, много обращений. Сколько Акимов менялось, и сельского округа, и районные Акимы. Ко всем обращались, поможем, поможем, поможем и как бы остаемся вот. По данному земельному вопросу мы обратились в Акимат Бескарагайского района. Заместитель Акима отметил, что в селе Старая Крепость пустующих земель нет. Земельные участки предоставляются посредством конкурсных процедур. На сегодняшний день этот человек не подал ни одной заявки в земельную комиссию. Для ведения подсобного хозяйства в селе он просил землю. Но, к сожалению, одна сторона села Старая Крепость находится на водоохранной территории, другая – на лесоохранной. К сожалению, свободных участков там нет. Алмаз Тастамбеков также добавил, что неосвоенные земли по Бескарагайскому району возвращаются государству. В этом году в департамент направлены материалы для возврата в собственность государства порядка 20 тысяч гектаров земли. Тем не менее, тот факт, что крестьяне, которые занимаются своим хозяйством, не находят землю, свидетельствует о большом количестве работ, которые должны быть выполнены в этой сфере. Это актуальный вопрос по всей стране. А крестьяне, готовые трудиться на благо страны, не могут получить для этого землю. Марика Мухтарова, Русем Хайратулы, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей.